здравствуйте здравствуйте мои дорогие зрители спасибо вам за комментарий к предыдущему видео многие отвечали на мой вопрос но самая интересная фишка что слушая мое видео с вопросом для чего ты живешь единицы единицы уловили что ответ как раз таки и был в этом видео минимум два раза я напрямую ответил для чего мы живем и для чего существует жизнь вот в этом нашем вот именно в нашем уровне так называемой божественной игры целью это совместное достигание вершины вот именно достигая совместно вершины мы приходим к совершенству это совершенство заключается в любви наша мать небесная есть любовь и в этом мире все построено так чтобы мы учились понимать друг друга чтобы мы учились взаимодействовать друг с другом чтобы мы учились приходить к единству и несмотря на противоречие достигать этой божественной любви я вам сейчас не зря показываю солнце все в нашем мире может быть противоположно мы можем каждый смотреть на вещи по-разному к примеру восход солнца находится от меня с левой стороны и солнце идет с моей позиции наблюдателя слева она идет направо движется уходя в закат но если мы с солнцем поменяемся местами то если я стану солнцем то я буду двигаться налево а если солнце станет мной она будет видеть меня как двигающегося направо и посмотрите в этом нашем мире во всем закон контрастах один человек видит одно другой человек видит другое одни утверждают земля летит вокруг солнца я говорю что я вижу что солнце движется но правда заключается в том что во всех наших противоречиях мы должны научиться договариваться и воспринимать точку зрения друг друга если мы научимся в жизни воспринимать отличающуюся точку зрения от нашей если я научусь воспринимать условно говоря вашу точку зрения вы научитесь воспринимать мою точку зрения мы таким образом совместно достигаем вершина вершины понимания вершины взаимоотношений мы достигаем единства и таким образом вращаясь по спирали достижений совместного 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 понимания совместного терпения друг к другу мы вращаясь по этой спирали поднимаемся в вершину изначального истока света возьмите к примеру жену и мужа мы мужчины и женщины абсолютно разные люди мы мыслим даже по разному мы заключаем союзы мы женимся выходим замуж и в процессе жизни мы понимаем что мы люди разные у нас разные взгляды на одни и те же вещи мы смотрим на один предмет но мы видим абсолютно разные вещи мы даже можем по абсолютному по абсолютно разному применять этот предмет вот почему в семье в обществе общаясь с людьми нужно научиться совместно достигать единство если мы не хотим достигать единства и взаимопонимания мы впадаем в дисбаланс в дисгармонию а дисбаланс дисгармония приводит нас к разрушению то есть мы скатываемся вниз мы падаем мы можем достигнуть определенной высоты потом мы впадаем в разногласия не хотим союзничать не хотим договариваться и мы падаем и нам нужно опять проходить долгий путь возношение в вершину этой вселенской пирамиды ввысь к изначальному солнцу вот чем смысл жизни достичь единство взявшись за руки создавая вот это вращение создавая вот это единство держать за руки мы достигаем вершины вот как то так